Туристический сезон Туристический сезон Все стрелы обрушиваются на владельца А на кого же еще, спросите вы? Ведь он же зарабатывает с предоставлением услуг И будете правы лишь отчасти Недавно тема туризма развернулась в негативном ключе после инцидента с катерами В конце сентября в дежурную часть полиции Буйнакского района Поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Черкейском водохранилище Пострадали 7 человек По предварительной информации катер с туристами зашел на мелководье В результате чего судно сильно потрясло Соориентировавшись, водитель к катерам доплыл до берега Однако избежать последствий не удалось, говорится в сообщении Не обошлось и без госпитализации Это происшествие стало предметом обсуждения на одном из заседаний правительства Глава республики Меликов, кроме прочего Попинял на парламент и общественную палату О том, что не ведется должная работа по теме безопасности на туристических объектах Катерные прогулки стали архивостребованными на Черкейском водохранилище и других водоемах республики И самая популярная точка здесь является Сулакский каньон Опция «Эх, прокачусь ветерком» по водной глади На фоне великолепных и завораживающих видов Имеет высокий спрос у туристов Потому этот вид отдыха активно развивается на прибрежье водохранилищ Мы еще не осознали, что туризм может нас вывести в экономический топ Еще не поняли И не только потому, что не в должном порядке безопасность на водных бассейнах и горных туристических тропах Но и потому, что при близком рассмотрении выявляется целый пласт непростых вопросов И вот каких На этом прибрежье Черкейского водохранилища около 30 владельцев, оказывающих туристические услуги на водном транспорте Все они облюбовали живописную кромку стратегически важного водного бассейна И завели себе вроде неплохой бизнес прогулками на катерах Представители общественной палаты республики решили сами все проверить Со слова Абдурахмана Исаева он вложил в эту точку около 40 миллионов рублей Начал уплотнять щебенкой за или на участок водохранилища Закупил катера Продолжает строить Строить планы Оформил земельный участок на 49 лет Зарегистрировался как предприниматель Но есть проблемы с лицензированием водителя маломерных судов В этом году ни он, ни другие его коллеги на этом участке практически не работали Проверяющие органы, по выражению предпринимателя Откуда только неприходящие, не дают работать Да, проверяющие и контролирующие органы выполняют каждую свою работу Ну а если заплатить штраф, решается ли проблема? А может там всплывет и коррупционное поведение законников? Не на камеру, а за ней нам рассказывали разные истории Не будем сейчас щекотать ухо зрителя Но нам пора уже понять, что с туризмом шутки плохи Сейчас мы в начале пути Хотя активному туризму в республике не меньше пяти лет А последние три года мы бьем рекорды в масштабах страны Если уж фундаментально решать проблему туризма То вот главная проблема для занимающихся водными прогулками, да и не только Это вопрос земли Как правило, их локация располагается на землях сельхозназначения А на ней не разрешены какие-либо капитальные строения Проще говоря, не развернешься Что-то с этим надо делать Может перевести землю в иную категорию Следом идет вопрос аренды этой самой земли Власти предоставляют ее зачастую на год или три А бизнесмен боится вкладываться А если вкладывается, каждый раз ждет подвоха Что срок аренды будет оборван на самом интересном месте После того, как предприниматель вложит немалые средства в объект А его потом заменит более успешный бизнесмен Вопрос аренды тоже непростой И здесь его ждут злоключение и нервотрепка Третья проблема для водников или катеристов Это вопрос лицензирования Лицензию или аккредитацию выдает ГИМС Государственная инспекция по маломерным судам Цены на все документационно-регистрационные услуги Космические, жалуются предприниматели Неподъемные Еще должна быть страховка Нужно присвоить бортовой номер катеру Но даже если все это сделано Маломерным судам нужен свой причал На который необходимо разрешение А если есть причал? Нужен берег И на него необходимо разрешение А разрешения Его нет А получить его непросто Или невозможно И так замкнутый круг Нужна помощь А их гасят Юкрудин Салимханов Председатель комиссии по экономической политике Развитию АПК Поддержки малого и среднего предпринимательства Экологии и туризма Общественной палаты республики Туроператор с большим опытом работы Напоминает, что необходимо исполнять приказы МЧС От 6 июля 2020 года номер 487 Регламентирующая эксплуатацию маломерных судов Катеристам необходимо создать свою ассоциацию Нанять хорошего юриста-адвоката И идти законным путем Отстаивая свои права А общественная палата в свою очередь Сделает все, чтобы помочь лицам Занимающимся оказанием туристических услуг С приведением бизнеса в цивилизованное русло Мы готовы рассмотреть возможность облегчения процедуры Прохождения лицензирования и аттестации Занятым в туристической отрасли Катеристам не безразлично, что происходит вокруг Они выступают и как экологические активисты За свой счет и своими силами Вычищая водоем от мусора А мусора немало В том числе попадаются даже туши мертвого скота Нас штрафуют за мусор Которым мы же вытащили с водоема Негодуют катеристы Со словом Дурахмана ему не раз приходилось спасать диких туристов Которые разбивали палатки вблизи от его точки Некоторые из них в нетрезвом состоянии лезли в воду Либо использовали свои плавсредства Такие как надувные матрасы и автомобильные камеры для шин А это опасно Друзья в шутку подарили ему медаль как народному спасателю Потому что МЧС в отношении катеристов пока только выполняет контрольные функции Из этой командировки мы поняли, что органы исполнительной власти И индивидуальные предприниматели, оказывающие туристические услуги И в целом туроператоры живут в параллельных мирах И соприкасаются они лишь в негативном поле Или чего хуже, токсичной точке невозврата Закрыть, не пущать, оштрафовать Ну и ждать от них милосердия и понимания не приходится Закон есть закон Но вот беда Суровость законников мешает развитию туризма Может переложить суровость в виде мягкой силы на туристическую полицию Которая будет отвечать за диалог с дагестанцами Только входящими в туристическую отрасль Там и безопасность на разных тропах и водоемах, каньонах и ущельях Там и самодеятельность некоторых туристов Когда они влезают на край обрыва и делают селфи Или не дай бог взбираются на крышу якобы оборудованного места для фото Подвергая себя опасности Там кстати и вопросы гигиенической безопасности Когда надо сходить в туалет без этих очередей И чтобы туалет был не как у бабушки в огороде А нормальный, евро и без лишней суеты С водой, гигиеническим душем и так далее Туристическая полиция нужна и для того, чтобы защищать туристов от хамов И тех, кто норовит ущипнуть за коленки за ненадлежащий дресс-код Щипать турполиции никого не будет Но популярно и красиво объяснит Хотя туристы и сами все понимают Оставайтесь с ним Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok